Комарова? Так она только уехала от нас! Да что вы говорите! Она не уехала с ней еще! Не дают людям жить, не дают. А кто же собаку застрелил? А чем застрелили? Дробью? Дробью, да. А ты говоришь, что ружья нету, ружье. У меня как в прокуратуре все подвязано. А топоры над головами у вас не летали? Топором кидал. Коровы топором? А зачем? Ну такие жестокие люди. Ну и зарубить что ли на ходу хотел? Как минимум четыре раза он кидал топор в коров? Да. Так это родео какое-то. У них льготы. Я работал уже в АБПе. Топор на рабочий что ли выдали? Внимание! В видео присутствуют кадры жестокого обращения с животными и сцены с кровью. Некуда приложить свои силы. Но я не могу в это поверить. Или это правда? Ничего он тебе врезал. Ёб... Разрубил. Ничего это. Рубленная рана. Вот результат. Причем животные-то. Так хорошо вот коровью сустав-то не рубанул, да? С топором их идет. Мирон. 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 загородить разгородили забор не разломали а и теперь не городят из сыночком гоняет скотину их не этот забор не мой чё он опять что паром я не могу согласиться с тем что сейчас некуда приложить свои силы но я не могу в это поверить или это правда по полу него палка опять их дубащит это хорошо вот коровий вон сустав то не рубанул да чтобы и канава была вот стопором аж идет на теленка с топором мирон 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 дал бог соседей мне а Субтитры сделал DimaTorzok 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 Рана, причем грязная, то есть это самая опасная рана, после которой очень часто возникает заражение, правильно? Да, воспаление идет, гноится начинать, приходится ввести вид врачей не один раз. Вызываете ветеринаров, которым минимум 5 тысяч нужно заплатить, они приезжают, обрезают рану. А для чего рана обрезается? Края, чтобы лучше зарастала рана. И обрезаются края, и все это зашивается, при этом корову привязывают к трубе, чтобы она не дергалась, правильно? Да. Она орет при этом, ну как резаная, ну действительно не как резаная, а... Орет резаная. Заживуешь тогда, конечно. Рубленая, вот, рубленая орет. Рубленая, рана, да. И получается зашивают, потом корова восстанавливается, и не факт, что это рана сразу заживет, она иногда загнивается. Вот я видел видео, да, там целый литр гноя выливается. Так, я говорю, последний раз, я уже не помню, одна так абортировалась у меня. То есть, был выкидыш из-за этого? Да, и стресс корова перенесла, и все. А быки как переносят? Теряет плодородность, нет? Вес теряет они. Работоспособность. Работоспособность теряет, да? Вес теряет, конечно. Даже если смогут, все равно корову потом у нее выкидыш будет. Это же живое животное, как это, как человек, они тоже так же все реагируют. То есть, он вам не только скотину портит, да, и стресс устраивает, и рубит, и финансовые затраты вы несете на восстановление коров. Так, плюс еще вы теряете приплод и эффективность воспроизводства потомства. Ну, он же, говорю, он же бывший сотрудник полиции еще. Его же, как он мне тогда говорил, у него в прокуратуре все там схвачено. Все, я думаю, не зря они вот эту и землю. Я говорю, у нас вот стравили, как этих, как собак. И кто кого вот смотрит, кто кого завалит. Вот такая сейчас у нас система у руководителей государственных служб. Отдали землю, без моего согласия, и смотрят, сейчас наблюдают, кто же кого там грохнет, как говорится. Возможно, эти самые представители, да, прокуратуры, там, следственного комитета, приезжают сюда же с другой стороны уже. Гуляют, да. То есть, с одной стороны, Чубин кидается топорами, а с другой стороны, у вас приезжают представители, возможно, представители следственного комитета, прокуратуры, губернаторского аппарата, возможно. Имеется, видеозаписи имеется все было. И достают вас музыкой, шумами, фейерверками, да. Слева от вас фейерверки, выстрелы и громкая музыка, а справа топорами кидаются. А там, справа, топорами кидаются. И все друг друга прикрывают. Имеются же все акты, все. Врачи, они что, они приезжают, а мы что, вы говорите. Я говорю, так вы напишите хоть все, мол, так и так, что раны-то рубленные. Не просто где-то корова что-то зацепилась. Ну, а участковые пишут, да, действительно, те пишут, да, вот где-то она зацепилась, порвала там. В смысле порвала? Всякую ерунду пишут. Случайно, случайно попала в летящий топор? Лишь бы отписаться, ну, что я имею. Как у меня вот жеребец исчез, Сирко. Вот тоже среди лета, где-то был там июль месяц, наверное, ходили возле ВТТ, видели люди, все. Бах, жеребец, чтобы она исчезает. И куда делся? Нашли? Ну, кто его по сей день? И главное, участковый пишет. Вот был гнус, катался где-то возле болота, в грязи и утонул. Хоменко такой был. Подожди, подожди, что такое гнус? Ну, комары. Комары, пауты. Типа его комары съели? Да, он катался, защищался он. Коль полез в болото, ага. А что за фамилия участкового какая? Хоменко. Кольменко? А он, кстати, сейчас сидит в администрации Сургутского района на Бажово. Они все, за все это время, наверное, 6 участковых они поменяли. 6 участковых, наверное, поменяли. Они же тоже, они же видят, что документы есть на земле и все. Жестокое обращение с животными ни разу не было зафиксировано? Ну, я обращался, но они не видят факту. Ни уголовного дела, ни ничего? Нет, нет, нет. Ничего не видят? Нет предела закона, как они говорят. То есть, получается, не только коровы страдают. Я видел и рубленную рану и у лошади. Ну, у лошади. На видео было. Да, написали. Жеребенок. Я вставлю, потом видел. Да, да, да. Я уже, грубо, столько уже прошло, я уже в голове не могу столько информации держать. То есть, мало того, что у них топорами кидается. Они надо мной сгаляются уже 20 лет. Геноцид. Мало того, что топорами кидаются, еще и комары съедают ваших лошадей. И все. Смотрит на вас, как у вас хорошо все получается и делает так же. Ну, видать, вот, ага. Вот у меня, если есть, надо ему так уже. Это у меня есть, у меня надо такой же. От кого же он научился топорами-то кидаться, интересно? Это его папа топорами-то. Папа. Папа у него маска. Так это получается сафари с топорами по-сургутски. Снегоходы у вас на территорию зимой заезжают с базы отдыха. Они везде тут как там. И заборы ломают, и шумят. Да, да, да. Ну, а что против больших людей я кто такой? Ну, они хотя бы трезво ездят. А кто их знает? К ним опасно подходить-то что? Они на снегоходе заезжают. Один год вообще один заехал здесь у меня. В коровник прямо заехал. Снегоход много было. И застрял. Напугали вас эти пьяницы, да? В коровнике? Около коровника. Молока что ли, хотели попить? Да кто его знает, что он хотел? А потом, да мы здесь у Салахова типа гуляем. Ага. Помоги меня вытащить. Я говорю, я тебя сюда не звал. Они так и говорили все, когда в Салахове. Здесь Салахов гуляет все. А кто такой Салахов? Бывший начальник ПТТ-СТ. Сейчас УТТ-СТ. А, это ваш непосредственно начальник был? Да, вот. С чего-то. Я говорю, если бы не этот человек, ничего бы не было. Я бы жил бы, работали, мы развивали бы свое хозяйство. Я бы уже не знаю сколько уже. Я говорю, и коровники начали. Ну, я не думаю, что проблема только в нем. Проблема во всей системе. Потому, что таких, я смотрю, людей целые автобусы привозят. Да это сто пудов. Возможно, они не знают, куда они приезжают и на чью территорию. И всю вот эту историю. Где я работал, вся автобаза знала. Вся автобаза? Вся автобаза знала. Ну, вот это и говорит о том, что тут не сам начальник, а система вся. А у него большие люди. Все. У него большие люди. По поводу арестов машин. К вам судебные приставы продолжают приходить, да? К вам на день рождения даже когда-то приходили? Да, у меня есть запись даже. Гасанов, собственная персона. Может, вас прописать меня здесь, а? Нет. А что нет-то? Давайте я вас пропишу. Ваня, шашлычок. Здравствуйте. Ну, Ваня, шашлычок вам будет. Здравствуйте. Судебный пристав, Гасанов. Да, да. Очень приятно. Ага, не первый день уже. Наверное, год скоро, годовщину отметить или больше? А? Без сарказма, товарищи. А что без сарказма? Пенсию с меня снимаете, а вам зарплату платят, а? Что? Что, еще опять решения сюда нет? Нет. Нет? У вас есть? Равно. Определение есть? А у меня откуда оно? Вам же должно прийти первое. Вы что думаете, я просто так буду? Я говорю, я опять выложу все в интернет. Вы сколько будете мне мозги канифулить? Я что, не человек, что ли? А? Сколько вы будете надо мной изгаляться, а? Время сколько? А? Сколько время? Время совершения исполнения. Вот это все будет в интернете. Вы сколько можете изгаляться надо мной, елки-палки? Все машины арестовали, ага. Счета все арестовали. А я что вам, пацан, что ли? Му-у-у! А? Специально, что ли, делаете? Выложу все в интернет это. Вы же меня специально грузите, чтобы я бегал везде, а? Пока решение, это решение не будет исполнено. Да где эти конята? Ищите, кто конята запрятал? Кто запрятал конята? Ну как, вы же сейчас сказали, я запрятал конята. Пойдемте посмотрим, айдаф, 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 чтобы не было голословно. Пойдем. Вы здесь тогда, вы не знаете, где конь? Вы идите, смотрите, где конь. Я управляюсь, а? Я управляюсь. У меня сейчас время управляться. Вы пришли, меня сейчас все графики сбиваете. 10-5-7 минут. Уже третий месяц, наверное, сколько? Уже три месяца мне можно и канифулить. Пока не будет исполнено решение. Исполняйте, исполняйте. Кто вам не дает-то? Решение. Вы тогда сами сказали. Решение суда. Вы мне сказали тогда сами. Придет, найдем людей, они его завалят, я оплачу. Все, валите, валите. Где лошадь? Ищите, ищите, где он? Где лошадь? Я кое-нибудь, чем я кормить-то его буду? Чем кормить я его буду? Ну, он у вас стоял, вы здесь стоили. Когда он стоял? В апреле месяце? Да. Ну. А сейчас что у нас? А в сентябрь уже? А где он? Ну, идите, ищите, он где-то пасется. Идите, вот, идите, смотрите, я вам все. Да не ориентина меня. Вы что, голосом будете? Да вы сколько мне нервы трепать будете? Я же не пацан, мне 65 лет. Вы мне нервы трепите. Вы 47 лет и что? Ну. Вы мне нервы трепите. Я вам треплю нервы. Там люди большие нервы трепят. Кому? Землю они захотели мне отобрать. Мне не нужна от вас ничего. Нет, мне тоже от вас ничего не надо. На меня-то зачем эмоции? Идите, идите, где они ходят? Вон, вон они ходят. Идите, смотрите, иди. Иди вон они ходят. Вон. Вон, вон, мисс. Вон они ходят. Идите, смотрите. Я не буду смотреть. А кто будет смотреть? Я не буду смотреть. Я вас буду наказывать. Я потом суд на вас подам. Это ваше право. А вы творите беззаконие. Я не творю беззаконие. Я исполняю решение суда. Идёт ещё обжалование. Вон, идите. Он, кстати, здесь. Зайдите с той стороны к нему. Он скажет вам, чьи это пули. Он скажет. Мои или его. И что они говорили? А что он? Его посылают и всё. Его отправляют. И он приходит к вам на ваш день рождения. Всё, приходит. И что он там заявил? Что ты мне нервы трепишь? Я тебя каждый день буду наказывать штрафами. Да, он так и сказал. Я тебе каждый день буду наказывать. Что я ему нервы треплю. Вы ему нервы трепите? Да. На ваш день рождения? У себя дома? Его же отправляют. После работы, кстати, он приехал. Это как фамилия Пристава? В седьмом часу вечера. Как фамилия Пристава? Гасанов. Гасанов, ага. А вот, кстати, они вчера же были у меня. Опять приехали в 6 часов. Но они меня караулили здесь, возле ворот сидели. То есть, они уже стесняются заходить в ворота и палкой отгонять вашу собаку? Они смело идут, как себе домой. Нет, ну это раньше они шли, а сейчас у ворот стоят. Вчера только были. Нет, нет. Тоже проходит? Собака только залает. Я гляну, смотрю, бригада идёт в форме. Сколько их человек приходит? Ну, вчера было четверо. На день рождения они вдвоём приехали. А до этого вообще 6 человек. И приезжают постоянно вечером, да? После рабочего времени. Постоянно. Мне, когда надо управляться со скотиной, они едут. Так, а они приезжают из-за чего? Из-за того, что у вас якобы какая-то у жеребца инфекция, инан, да, и заставляет вас и через суд и убить это животное, и прививки заставляет ставить. И получается, от этих прививок что происходит? Абортирование опять животных? Ну, это было в каком году, я уж точно не помню. Весной месяце у меня кобылам решили сделать прививки. И всё. Ну, уже кобыла были глубокого жеребок всей. Глубокой уже. То есть, последняя стадия беременности? Да. И они приехали, поставили эти самые всё. Они у меня через неделю начали выкидывать. Выкиды же? Да. И сколько вы потеряли? 6, по-моему. О, ено. Ну, я писал всё, от чего приезжали, всё смотрели. Они меня же объединили, там, на корма всё списали. Даже сам этот приезжал, врач-то, Мусурбаев. Даже сам приезжал. Ветеринар, да, главный? Главный был главврач. Или как он? Начальник ветеринарной Сургутской районной. Опять комары лошадей съели, да? Не понял. Я говорю, опять комары во всём виноваты. Лошадей съели. Не, это уже Горобартарий был, а там-то... Ушёл жеребец так с концами. Где-то есть у меня документы, есть. Я достану. Штрафуют. Мне даже, минимально, сколько у нас пенсии-то? Меня даже не оставляют, они мне всё подчищают. Всё. Выживай, как хочешь. Если вот до того дошло, уже штраф какой-то 507 рублей, машины арестовать, это же вообще абсурд. Две машины? Ну, там разницы нет. Две, одна. Наложено на обои всё там. Полностью. А вот эту пенсию Газпромовскую тоже изымает? А, кстати, да. Это... Я получил от начальника автобазы УТТ-СТ недавно ответ. Ответ недавно получил. И он пишет, что якобы... Вот если бы мне два года до пенсии оставалось, я бы работать. Да, потом ещё там по инвалидности, потом ещё что-то там какие-то. Просто пенсия-то мне начислена. А там вот добавки на лекарства, путёвки дают, на праздники выделяют, на юбилейные там 60-55. Ну, это вам всё порезали? Всё. Мне вообще не дают. Правильно, потому что у вас же увольнение за прогулы, якобы. Так дело в том, что я говорю, я же ветеран Газпрома. У меня 23 года. 20 лет отработал ветеран Газпрома. Я имею право на все льготы. Он ссылаться, что ты вот это самое... Надо было от нас увольняться. Я выработал газовый, как говорится, стаж. Ну, ты же потом ходил и исправлял, у тебя запись исправлена, что ты уволен по собственному желанию. Ну, это уже генеральный директор Юрий Иванович заставил. И всё равно вот эти льготы тебе не предоставляют? Нет, вот, получил документ, я, кстати, вам покажу его. То есть, ничего тебе не полагается, кроме 600 рублей? 600, да, рублей. Пожизненно, главное, пожизненно. Так я говорю, Газфонд, мне начислил пенсию-то, начислил. Так будьте добры, мне, как всем остальным работникам, вы же доплачиваете, путёвки даете там через год, премии вот эти праздничные, там, на Новый год, там, такие все. Но вы мне-то почему не даёте? А вот я что хочу сказать. Я когда пришёл в автобазу, в кадры зашёл, подал вот этот пенсионный, что мне 600 рублей, девочка там молодая, давай в компьютере искать, а меня там вообще нету. Я как-то там будто не работал. Ну, я так предполагаю, когда Салахов уходил, они там всё подчистили, всё. А в десятом году я, кстати, вот экспертизу когда делал под Чешковицей. Ну, я так понял, там тоже комары поработали. Я говорю, я вот как это, под сталинским режимом, вот как это было, в НКВД. Вот она всё нашу семью так прислела. Я ведь не под контролем. Скорее всего, всё подчистили, чтобы потом вас, после вот таких репрессий, не реабилитировать. Да, да, да. Да дело в том, что я говорю, я вот когда кровь возил на жеребца же в Москву-то. И видео снял этого коня-то. Привёз туда, покажи, забыл как его имя, отчество. Я говорю, вот конь, смотрите всё. Он смотрит, говорю, что конь сытый, конь активный. Да всё будет нормально. Ну, всё, я уехал. Я был 25 апреля, что ли. 18-го, по-моему. 18-го. Всё через праздник, майские звоню, праздники. Я говорю, так и так, я анализы привозил. Я говорю, до Сургута. А-а-а, чё там такое, ага. Меня пятый человек звонит, ага. Что у тебя за конь племенной? Я говорю, конь племенной. Нормальный конь, говорю, производитель, говорю. Я говорю, всё, анализы как? Всё нормально? Всё, конь больной, всё. Убирай его, не это самое. Я говорю, анализы мне дайте. И вот по сей день он мне их не даёт. А ветеринарам дал, липу какую-то дал. Самый больной конь в мире, нет? А-а-а. Самый больной конь у него. Анжеле покажу, ну. Нага, кругленький какой-то, да? Скажи. Кругленькие, сытенькие. загар 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 а загар кругленький сетеньки да какая больной Что там по пенсии получается, по исполнительному производству, по списанию пенсии? У него до сих пор списывают, хотя есть решение суда, там обжалование идет, да, процесс? Да, по спорному вопросу по заболеванию ИНАН, данного жеребца, загар, идут спорные вопросы, и дело иск подано в Верховный суд Российской Федерации. И несмотря на 28 нарушений со стороны ветеринарной службы, ветеринарного законодательства, инструкций, суд первых инстанций не рассматривал вообще по существу дела. А с человека полностью взимают всю пенсию 100%, до копейки, да, судебные приставы. Но судебные приставы не могут исполнить решение суда, хотя вот ходят, они сколько уже раз, 4 раза приезжали, они не могут исполнить. Ссылаясь на то, что они не могут исполнить из-за нарушений со стороны ветеринарной службы решение суда. То есть все эти суды, это филькина грамота получается. Если бы их рассмотрели правильно по существу, вот этого всего бы не было, вот этой волокиты. А теперь получается им и отступать некуда, столько дел наворочено, столько с человека уже взыскано, а взыскано неправомерно получается. Если взять нам все нарушения, которые мы указываем в иске и в жалобе Верховный суд. В законе там прописано неимущественного характера. Меня, они вообще приставы не должны меня штрафовать. Это мое имущество, все. Они меня штрафуют, а это мое имущество, жеребец. А там закон неимущественного характера. Они там порицания, нарицания, там вот такое все дать должны мне. А они с меня деньги снимают. Ну отрежь ты хвост от коня, отдай им хвост убить. Нет, я им не препятствую, пусть идут, забивают. Я им не препятствую. Или он из коня что выходит, вот то пускай убивает. Это уже не имущество же. У нас в России закон как дышло, куда хотят туда и завернут. А, в итоге мы получили это, отзыв получили вот недавно. Что за отзыв? Ветеринарная служба, ну по суду-то. Что признают очаг инфекции у него. Да. А как они могут, пусть они поднимут все за те года, что брали анализы. Тут все эти нарушения инструкции, мы это все указываем. Пусть они за все годы поднимут анализы, которые моих лошадей брали. И до всего времени мои кони всегда были здоровы. Пока я не привез Сытомина жеребца. Все. Это жеребец-то не мой, это Сытоминский. Выходит, что очаг-то заражения там, Сытомина. Почему они меня-то обвиняют? Мои-то кони даже вот, когда в декабре месяце брали, анализы уже зимой пригнали в конце декабря. Они берут опять анализы, мои кони все здоровы. А жеребец Сытоминский больной. Почему они пишут опять, что очаг заражения у меня? Анатолий, вообще я вот эту ситуацию наблюдаю, и я пришел к выводу, что на севере, оказывается, очень успешно и очень плодотворно можно заниматься фермерским хозяйством. Я так понял, у вас сколько там было? 45 жеребцов, да? Да, у меня доходило по голове, да. 45 лошадей, 15 или сколько, коров? Дойных у меня только было, 14 голов. А, еще и быки, да? Там приплод, конечно. И получается, вот такие табуны на севере. Тут вполне успешно можно, если имеешь хорошую землю, вот с такими лугами заливными, можно успешно заниматься фермерским хозяйством. Ну, при поддержке субсидий. Да, и при том условии, что нефтегазодобывающие всякие компании не будут мешать строить базы отдыха на вашей территории, и не будут такие, скажем так, соседи, которые просто жестоко обращаются с животными, просто издеваются над ними. Выживает меня сюда, выживает по-русски. Так не только вас, ну, то есть, вам и фермерское хозяйство уничтожает, и вас выживает. И получается, нашей стране ничего, кроме нефти и газа, не надо. Сельское хозяйство уничтожает на корню, топором вырубают. Реально фермерское хозяйство вырубает топором. Историю, говорю, ничему не учат. История, она ничему не учит. Ничего. И сталинский режим, и война, и все. И еще со стороны администрации к вам пытаются применить репрессии в виде выселения на другие 25 декабря. Ну, земля им понравилась вот это все. Все, природа, что, вода. На снегоходах, на квадроциклах, на скутерах. Они вот это все. Салаха уже здесь. Да кто-то вообще, говорю, ну, что он понимает разве, что в природе. А ну, когда сюда залез, они давай там канал раскапывать. Суистский. Решили, чтобы сюда заря заходила. Что такое заря? Ну, теплоход. А-а-а. Теплоход. Так они и пристань сюда хотели сделать? Да, они проход там. Наняли драглайт, эскаватор. Он там давай копать, это все разрезать. Да это же река. И все замыло обратно, и все. И все, я говорю. Все. Два года стоял дизель. Подожди, подожди. То есть, им показалось мало того, что они сюда заезжают на автобусах, они еще хотели сюда круизными лайнерами заезжать. Да, да, да. А база отдыха-то маленькая, это значит, что они планировали расширяться на твою территорию? Так это же для больших людей там. Не, ну, я правильно понимаю, если приезжает круизный лайнер, этих всех людей надо где-то размещать. А смежная земля только у тебя. Да, он тут начудил. Я говорю, он когда залез сюда, света уже не было. Они привезли сюда дизель 3D6. Он 22 килограмма в час солярки. И шум большой. Сутка, ну, там далеко было, там не слыхать уже. Так 22 килограмма в час, он два года молотил здесь этот дизель. Это он два вагона солярки спалил. В трубу вылетело все. Все, им все можно. И людей сюда, как говорится, она же нелегальная, она незаконная, у меня же документы даже есть. Строительство велось без документации и согласования. У меня есть ГАСКО, тоже документы. А у нас же основные города расположены на... Это мы сейчас находимся возле реки Опь, правильно? Прямой выход на реку Опь. А у нас в Ханты-Мансийском автономном округе основные города большие находятся именно на реке Опь. Сургут, Нефтьюганск, Нижневартовск и самый главный, где у нас находится аппарат губернатора Ханты-Мансийска. То есть, получается, с Ханты-Мансийска можно запросто приехать на круизном лайнере и на базу отдыха сразу. Минуя все эти автобусы. Я, конечно, благодарен Наталье Владимировне, что она помогла мне восстановить свидетельство. Но то, что вот она, как говорится, сбросила потом на произвол судьбы, конечно, я это не приветствую. Потому, что уже, если вы пошли, так идите до конца. А так, что делать-то? Это что опять у нас? Я правильный вывод сделал, что на севере можно заниматься, причем довольно-таки успешно, крестьянским фермерским хозяйством. Здесь и было все здесь. Здесь же тысячи голов было, пока здесь это все нефть, газ не это самое. Ну, газ, он вообще идет другой стороной. Здесь же газ и все в основном. В Уренгой, Челябинск, Кужгород. Я принимал участие в строительстве, в газопроме. Вот я на какой машине работал. Вот трал. Я потом ставлю. 65 тонн грузоподъемности. Ну, вот я шаровые краны возъел газовые по 31 тонне. Это мне было 21 год. Я на этой машине импортная работа. И вот заработал 600 рублей пожизненно. Ну, газпром чего, нищий чего. Трубу он сейчас не дает второй поток достроить. Война и мир. А здесь нет. Здесь раньше во всех деревнях колхозы, совхозы были. Тысячи, тысячи голов было. Тысячи. А сейчас еще все везде. Сытомина развалили. Высокий мыс развалили. Локасово все нигде. Там деревни можно было им. Как говорится, неужели государство не может выделить средства, построить. Как раньше ездили студенты, встроили коровники, свинали. А за одно лето подымали. А сейчас вообще такие технологии. ДСП. Как их? Сэндвичи. Раз, 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 раз. Все. Готовы. Каркас. Махом строится. Так построите по деревьям. Пусть люди занимаются. Пусть себя кормят. Хотя бы на этом. Ну, зачем ему надо? Лучше они воно сейчас как оздоровительные, революционные вот это все сейчас строят. Вон. Людей. Так здоровую пищу есть будут как? А не здоровые люди будут? А вы кормите дерьмом. Такое рождается. Я в Москве тоже вам прокурору сказал, что, я говорю, он Лукашенко. У него все деревни, колхозы, сахозы. Все натурально. Ну, он же, говорит, сын председателя. Так при чем сын председателя? Он о нации своей заботится. Не знаю. Поживем, увидим. Говорю еще раз. А так, что вот они как делают это в наглую, это вообще, это геноцид. Геноцид полнейший. А вот НКВД преследует. Я говорю, как мама рассказывала, сперва с Молдавии до Омска вагонами в теплушках. С Омска на Боржу. Спускались вот они до Хантов. И потом поднимались и вот до Сургута. И на каждой деревнях везде высаживали их. А теперь нас выживает отсюда. Ничего не понятно. Я говорю, ничего. Чего бы ни было. У них же вот все характерно. Вот эти люди все сидят. Руководители. У них же родители. Они все про это прошли. Они им, наверное, тоже рассказывали, как они выживали. Как они через это все прошли. Они вроде уже должны знать, что все. Как они испытали вот это все. Голодные, холодные. Не доедали. А, сейчас. Им как Шукшин-то сказал, Калина Красная. Праздник им, праздник нужен в Господне. Денег много. Праздник им нужен. Вот они здесь и поют и пляшут. С топорами. Всяк. Праздник с топорами. И с лопатами, и с топорами. Вон Чубин тут и... Какой офицер-то? Офицер! Офицер! Гру. Десантник, как он начнет. Десантник. Ну, все, можно. Какой офицер? Нету офицеров. Я, нету. Не верю. Один мне сказал. Я не буду говорить в следующий раз. Я же офицер. Я, говорит. Ну, тем я остался. Как он сказал. И вот, когда администрация Сургутского района предоставила постановление номер 58, а они потом еще предоставили справку эксперта. На суд, что, мол, якобы заявление я писал. А здесь даже имя-то Андрей. Андрей Берсеневым, Андреем Георгиевичем. Это было в 2010 году. А это вот уже вторая была в 2011 году. И то же самое пишет Андрей Георгиевич. И все, и суд это все взял во внимание. А кто это такой вообще? А кто его знает? Кто его знает? А справка о чем? Что якобы это вы просили изъять у вас землю? Нет, что типа это заявление я подписал. Написал. Ну, не вы, а Андрей Гнекий. Да, да, да. Андрей. Так вот этого Андрея надо найти, и у него изъять землю. Вот так вот они и не ищут, они все быстро. А вы-то тут при чем? Все решили. Вы же Анатолий. Суд решил и постановил. Как суд делать? А это вот я, что у Натальи Владимировны, он был, я ее тогда поблагодарил за помощь, за это, за внимание. А она тут дала указание отмежевать, поставить на кадастры учет, на земле стояла на кадастры учете. И когда мне выдавали свидетельство на право собственности в 95-м году, они все здесь обмерили. Было 31, стало 25 еще. Ну, а это уже тоже, это же второй уже за это. Дважды у нее на премию были, да? Да, вот, код выполнения они тут пишут. Все здесь, все зафиксировано, и все как положено. Но, а вот и ныне там. Вот, а к стадии игру у меня же, БТИ и все строения, все зарегистрировано. Стоят на кадастровом учете, тоже все, у меня есть документы, все. Вот это вот с этого заявления, потом постановление, вот, от 7 апреля 97-го года. И все, и пошло, и поехали. И администрация давай распоряжаться. Это эти мои земли, не имею на это права. Вот такие дела. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok